МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Сфера образования республики так вот столь подвержена реформам. Почему это так колбасит? Прекорадит, скажем так, корректно. — Ой, да, это очень серьезный вопрос. И этот вопрос мы часто поднимали, когда я была директором школы и работала в неправительственном секторе, о том, что бесконечные реформы, они ведут к тому, что наше образование просто в его качество падает. Потому что постоянные вводные, постоянные изменения приказов, все это ведет, конечно, не ведет к стабильности и повышению качества. Но вместе с тем я хочу сказать, что однозначно нужно менять образование, потому что сегодня наша старая школа, она тормозит развитие наших детей. И на самом деле мы чувствуем это, и не только я, как представитель партии или как мы жили смен, я просто как бабушка, как руководитель школы, как просто гражданин, я это чувствую. И, наверное, вы чувствуете, как сегодня тяжело учиться в школе. Это просто непомерный труд, который не приводит к тем результатам, которые мы ожидаем от школы. Получается так, что ребенок находится в школе почти весь день, потом он идет к репетиторам, то, чего раньше никогда не было, правда же? Потом он идет на курсы, и вообще непонятно, для чего он находится в школе. То есть сама школа, она должна поменять и свое содержание, и направление своей работы, и отношения внутри коллектива. А так как школьный организм, он, школа сама, она достаточно консервативна, потому что там интересы огромного количества людей связаны, вот именно завязаны на школе, и огромное количество средств туда поступает. И все это ведет к тому, что эта консервативная, очень большая, такая неповоротливая система выстраивает снова школу по старому руслу. То есть что бы ни делали, снова возвращаемся к той же старой школе. Да, она была неплохая для тех времен, когда учитель был единственным человеком, который давал знания. Телевидение у нас было два канала, радио у нас было два канала, так ведь? И один учитель, который рассказывал, что есть что в мире. Сегодня наш ребенок получает знания везде. И сегодня учитель не является тем необыкновенным вещателем, который скажет истину в последней инстанции. Он может сегодня знать меньше ученика. Как это и бывает с IT-технологиями, когда мы обращаемся за помощью к ученикам, а не они к нам. И тогда мы, как старый компьютер, на самом деле, мы старые учителя, мы, как старый компьютер, тормозим развитие наших детей, этот новый компьютер. Мы хотим, чтобы они работали на нашей скорости, чтобы они имели нашу память. Мы готовы сто раз повторять одно и то же. И, понимаете, это неинтересно сегодня нашим детям. Поэтому мы должны меняться вместе с детьми. Ребенок должен стать центром образовательной системы. Он должен стать не объектом, а субъектом. А учитель должен стать просто тренером и сопровождать ребенка. Это на самом деле так. А иначе наш ребенок будет неконкурентоспособный. Потому что нахождение в школе – это просто будет нахождение. Но не получение знаний, умений, навыков он не сможет анализировать, он не сможет систематизировать, он не сможет применять эти знания в своей жизни, потому что они очень оторваны от жизни. Так что школу нужно менять. И, конечно, то, что делает министерство сегодня, достаточно сложно. Я понимаю, мне даже страшно представить, какие они получают нагрузки сегодня министерства, сколько они получают критики и как они должны выстоять. Поэтому где-то нам нужно довериться, наверное, сегодня министерству и сказать, ну, делайте, сделайте. Давайте изменим школу так, как это должно быть. Ну вот с этим продлением учебного года и с каникулами, да, глава государства сказал как? Что да, можно освободить субботу, но не за счет чего-то. А мы сейчас идем все-таки по тому пути, что это будет происходить за счет каникул. Вот знаете, когда только вводили систему 12-летнего образования, это было, ну, порядка 10 лет назад начали об этом говорить, тогда самый первый посыл был о том, что если будет 12-летнее образование, это позволит нам растянуть, как бы, систему обучения и освободить субботу. То есть там не говорилось, что будет увеличение продолжительности учебного года. Сегодня об этом стали говорить, забыв о том, что вот 10 лет говорили назад, вот так, как сейчас я сказала, да. Значит, ну я думаю, что если на 5 дней увеличат, вот как сказал министр, да, если освободят субботу, это 34 дня для отдыха детей, потому что на самом деле, когда ребенок отдыхает всего один день в неделю в воскресенье, это очень мало. Это мало, он не успевает восстановиться. А если 2 дня в неделю, это хорошо для отдыха ребенка. Но вместе с тем, если на 5 дней продлят учебный год, я думаю, это не критично. Но если как было первоначальное предложение на месяц, то это невозможно. Мы к этому не готовы. И наши дети все-таки должны отдыхать. И родители тоже. И родители тоже. Вообще школа не должна быть тяжелым таким камнем на шее у родителей, у детей, у всех. Она должна быть просто приятным местом изучения, получения знаний, поиска, интереса, любознательности, радости, правда же, и счастливого детства. И, наверное, я думаю, что министерство нынешнее, оно все-таки сможет это сделать. Я встречалась с министром, он произвел на меня впечатление человека, который очень хочет помочь образованию. То есть не со стороны, не как-то, а быть участником этого изменения, и положительного причем изменения. И те предложения, которые мы с ним обсуждали, я уже увидела их, как бы, вот, знаете, я увидела их в действии. Когда он обратился и сказал в своем выступлении, сказал, что не должно быть рейтингов по единому национальному тестированию, что никто не должен проводить рейтинги, никто не должен, никакие чиновники не должны делать административные выводы по результатам ЕНТ, а должны оказать помощь слабой школе. Той школе, которая показала результаты хуже, чем другая школа. Вообще выяснить причины, почему это происходит. Оказать материальную помощь, оказать моральную помощь, методическую помощь и так далее. Потому что решить вопрос тем, что мы снимем сегодня директоров, в той школе, где показали несколько ниже результаты, чем другие школы, то это не решение вопроса. Сегодня у нас нет кадров. Сегодня мы дошли до того, что у нас просто нет кадров. Я знаю, что один из Акимов областей буквально полгода назад говорил о том, что ему некого назначать, принимать на работу в Акимат. Нет кадров. Я знаю, что нет кадров для того, чтобы работать в школе, нет учителей. И поэтому нужно нам беречь те кадры, которые есть, и просто решать вопросы спокойно, в спокойной обстановке выяснять причины того или иного явления. Я призываю всех граждан работать над законами. То есть мы, находясь в парламенте, мы ждем писем, не с простой критикой, вот там вы какой-то закон принимаете, ну а как, его надо принимать, а с предложениями, с конкретными предложениями, что мы посмотрели закон, проекты, пожалуйста, они свободны, находятся в доступе на сайте парламента Республики Казахстан, прочитать этот закон и сказать, что я вот такой-то, такой-то, я предлагаю, что в такой статье нужно обязательно сделать вот такую поправку, потому что иначе будет плохая ситуация у нас, понимаете? И тогда мы, получая такие письма, мы будем, опираясь на них, тоже вносить поправки, вносить дополнения, изменения и прочее. Это приведет к тому, что будет закон полезный для всех. — Что можно порекомендовать нашим зрителям, читателям? На какой сайт писать? На этот же сайт писать свои предложения? — Да, да. Открывать сайт парламент Республики Казахстан, находить фамилию того депутата, который ему кажется наиболее симпатичным, и понятным. — На имя депутата, значит? — Да, на имя депутата. Именно на имя депутата. Когда приходят к нам письма, то мы обязательно должны эти письма отработать, и мы обязательно должны ответить. И мы тогда, мы это делаем в течение, в течение до месяца. — До месяца. — Да, до месяца. Но у нас там так теребят, что если пришло письмо на мое имя, я должна за неделю все отработать, выдать и отправить ответ. Значит, и тогда я делаю всякие рассылки, я делаю запросы и так далее. И уже жду ответа и отвечаю гражданину.